Всем привет! Доброе утро! Добро пожаловать в новый влог! Хотя мое утро сегодня было далеко не красочным и вообще ни разу не добрым, я проснулась в таком хорошем настроении, столько много энергии, и начали капризничать дети. То Игна, то кофта не такая, то не такой цвет, то должен быть замок, то не те носки. Потом Захар еще подлил масло в огонь, и мне казалось, что я взорвусь. И еще несколько претензий ко мне, но я накричала, потом сама расплакалась, долго им толковала всю дорогу в школу, в садик, почему я ору, и что это не потому, что я настолько не люблю их, что я настолько злюсь именно на них, что я там готова их разорвать в клочья от своей злости. Нет, это просто признак слабости, над этим нужно работать. И я подумала и решила, что с завтрашнего дня, точнее даже с сегодняшнего вечера, я буду принимать другую тактику. Я скажу им самим выбрать вещи, и утром подниму их пораньше, пусть сами одеваются, пусть сами готовят те вещи, которые им нравятся, которые они хотят надеть на следующий день. Посмотрим, насколько сильно им это понравится. А я приехала домой, решила себя немножечко отвлечь, как-то развлечь, переключиться, выпила чашечку кофе и села краситься. И также фоном у меня всегда идет YouTube. Включила Лену Богдановича, она там рассказывала о своих любимых палетках, и говорит, что одна из ее самых таких топ-топ-топ, это Tom Ford Honeymoon. Я уже спаковала ее на выход, потому что как-то я ее очень хотела, я ее заказывала из Америки, долго ждала, и она показалась мне суховатой, как-то так не вау. И поэтому я собиралась ее отдать. И тут я думаю, дай-ка я дам ей даже ни второй, ни третий шанс, непонятно какой. И нанесла ее на кремовую, ну эти тени нанесла, на кремовую подложку. Я поняла, что, наверное, все-таки нам нужно попробовать еще раз. Начать все с нуля, и мне даже нравится, какой макияж у меня сегодня получился. Немножко в стиле Victoria's Secret, немножечко в стиле Charlotte Tilbury. Такие красноватые оттенки мне нравятся, как выглядят у меня на глазах. Золото с красненькой. Это то, что даже каждый день могла бы носить. И вообще, такой макияж, с одной стороны, легкий, но много румян, чуть-чуть очерченные губы, тени. И ресницы у меня сегодня накрашены в один цой. До сих пор еще держится ламинирование, и реснички такие аккуратненькие. Можно было бы еще добавить, тогда была бы драма-драма и вечерний эффект. И также я сделала свою любимую прическу. У меня очень быстро отрастают волосы, и я завязала высокий хвост. Это, пожалуй, то, чего мне не хватает. Я очень люблю короткие волосы, мне очень нравится короткая стрижка. Мне кажется, что она мне больше идет. И, к сожалению, с короткими волосами не получается такой роскошный, высокий хвост. Он сейчас такой бедненький. И ради этого, наверное, я готова была бы отрастить волосы, потому что мне больше всего нравится, когда у меня волосы собраны вверх. И если бы я еще раз выходила замуж, надеюсь, это не произойдет, потому что я готова гулять на чьей-то свадьбе, но не на своей. И то, какая я пока что не собираюсь менять. Ну, это была шутка, если что. В общем, я бы себе сделала высокий хвост на свадьбу. Реально нетипично, но мне нравится. Потому что у меня не держатся никакие локоны. Мои волосы очень сложно уложить, потому что они гладкие, потому что они не пористые. Они, ну, у них где-то средняя пористость, наверное, они не держат завиток. Они не любят быть объемными, поэтому перелизала, причесала и отлично. Я вот даже думала, может купить себе искусственные волосы и цеплять, но я же две левые руки, все, что касается причесок, поэтому смысла нет. Куплю и будут валяться. Я вот думаю, может для разнообразия отрастить волосы. Всегда можно обрезать. Такие у меня утренние размышления. И также ко мне приехал курьер, привез мой заказ. Из Массимо Дутти я заказала еще одну пару ботинок. И я сама себе установила лимит, что можно оставить всего одну пару. Поэтому пойдем вместе со мной, кое-что распакуем. Я обещала показать вам покупки из Икеа, ну и вместе выберем ботинки. Мика, можно штатив? Пожалуйста. Вот я не понимаю. То, что она хочет быть рядом, это для меня как бы логично. Но места здесь навалом нет. Она лежит. Вот тебе так удобно? Ты мне можешь сказать? Микусь, можно штатив? Пожалуйста. Обе пары у меня в 37 размере. У меня спокойно помещается стелька. И давайте проголосуем, кто за классику, а кто за тренды. На ноге это выглядит вот так. Сбоку просили показывать. Немножечко отсвечивает. Ну а что делать? По-другому никак. И вот вторые. То есть по габаритам они приблизительно одинаковые. Видите? Одни и вторые. Не знаю я. Но они не громоздкие, такие как в Страдивариусе и во многих других местах. Что скажете? Я так понимаю, что праздники ко мне пришли в этом году сильно заранее, чтобы я вдруг не осталась без подарков. Потому что это адвент календарь от Look Fantastic. Их разбирают очень быстро. Сейчас на них доступен предзаказ. Я оставлю вам ссылку в инфобоксе. Их разметают со скоростью света. Ну и неудивительно, потому что наполнение этого адвент календаря всегда бомбическое. И также стоимость того, что находится внутри, превышает 43 тысячи рублей. А адвент календарь, я сейчас даже проверила на сайте, стоит 7800. Я не знаю, как вы, но я не умею растягивать удовольствие. Мне настолько интересно, что находится внутри. Ну что, поехали. Мы с вами сделали это. Вот это да! Вот это да! Календарь огонь! Если вы хотели свой первый в жизни адвент календарь, если вы хотели купить себе подарок или кому-то, вот поинтересуйтесь сейчас, потому что ближе к Рождеству его уже точно не будет в продаже. Я видела на сайте много хороших отзывов, но я даже не ожидала, что мне настолько понравится. Ни одно из средств не останется без дела. Здесь и Наташа Динона, и также марка Рен, мой самый любимый кислотный тоник, и Филарга, и полноразмерный крем от Элимис. Он стоит больше 100 фунтов. И Эспа, и Авант, и также Анастасия Беверли Хиллз. Вот эти кисточки я видела у кого-то на ютюбе. По-моему, даже у британских блогеров у меня есть одна. Бренд Люкси. Если это декоративная косметика, то цвета очень-очень удачные. Смотрите, какие красивые тени. Или помада от Илла Маска. Что еще здесь? Оморовица. Это универсальное средство, которое убирает раздражение, сухость. Шелковая масочка для сна. Также Ритюалс. Молтон Браун. Филипп Кингсли. И Кукинг. Помните, мой самый любимый крем под глаза сейчас? Я снова его заказала. И эта сыворотка с витамином С. Это роскошно. Вот это да. Вот я давно не была настолько рада таким сюрпризам. Я просто в восторге. Спасибо огромное. Я прям порадовалась как ребенок. Видите, я уже вовсю готовлюсь к осени. И я решила не затягивать с этим тренчем. Он ко мне недавно приехал. И пока я дождусь всех своих посылок, уже в некоторых регионах пройдет сезон тренчей. Поэтому не затягиваю. Если вы ищете идеальный тренч, то советую присмотреться к этому. Я долго выбирала. Я вернула тот, который заказывала весной. Потому что там не было подкладки. И там такая прорезиненная ткань, в которой мне было просто-напросто жарко. Эта ткань тоже влагоустойчивая. Я заказывала его в Украине у тех же ребят, которые шьют фантастические пальто. И если вы также в поисках классного, качественного пальто, у них там миллион моделей. Можете выбрать свою. Это Minimax. А дочерний бренд называется Matsu. Я надеюсь, что я правильно читаю. Это не реклама. Я от души советую эти пальто. Их также покупает и носит моя мама. Я знаю, что многие приобрели их по моей рекомендации. Если вы хотели еще и тренч, то настоятельно советую. Посмотрите, сколько здесь интересных деталей. Как это красиво. Можно также застегнуть таким образом, чтобы ничего там не продувалось. Чтобы все было прикрыто. Вот так это выглядит сзади. Между прочим, внутри тоже подкладка. Это мы тоже с вами проверим. И даже здесь. Смотрите. Попробую найди где-то что-то такое в магазине. Я взяла себе в 36 размере. Думала поменять или нет. Но решила оставить. Потому что планирую под него надевать и жакеты, и какие-то объемные свитера. И сзади, видите, есть три пуговки. Тоже мелочь, а приятно. Это очень стильно. Это лаконично. И это вне времени. Вот такой бренд. И так как обещала, показываю подкладку. Тренчем я невероятно довольна. Это то, что я хотела. Именно так я представляю себе свой идеальный, качественный осенний, весенний тренч. То есть, я сейчас его поношу и оставлю также на весну. Я всегда прошу какой-то промокод для своих зрителей. Даже когда это не реклама. Просто если я знаю производителей или хоть кого-то из компании, у меня есть такая возможность. И этот промокод также действует на пальто. Поэтому, если вы ищете и хотите чуть-чуть сэкономить, то заглядывайте в инфобокс. Я ничего не имею с того, что я вам это говорю. Просто делюсь с вами, как мне кажется, полезной информацией. Потому что сложно найти что-то качественное, что-то толковое, с хорошей посадкой, с хорошей тканью. И это как раз тот случай. Еще раз говорю, что в примерке вещей потом более детально все с вами рассмотрим. Но те, кто уже сейчас занялся поиском тренча, говорю вам, что они есть еще в нескольких цветах. И я видела, что в их инстаграме есть еще и другая модель тренча. Я все выбирала эту лету, но остановилась на классике жанра. Но сейчас нужно выгулять пушистую. Мик, только ты, пожалуйста, не залезай в грязь. А то наша прогулка превращается в купание и все сразу. Покупки Икеа. Скажу сразу, что я ничего грандиозного, сверхъестественного не купила. Все самое нужное, необходимое и практичное, то, что мне пригодится в хозяйстве. Я отправилась туда за несколькими конкретными вещами. И я очень сильно разозлилась на Икею. Потому что всего два года тому назад мы купили большой сервиз. И я даже специально поехала в Икею. Приобрела его там, чтобы в том случае, если что-то разобьется, я в любой момент смогу поехать в Икею и докупить несколько там тарелок или что это будет. И что вы думаете, этот любой момент так и не настал. Потому что я приехала, Икея просто-напросто убрала мой сервиз, мои тарелки с продажи. Их сняли с производства, их уже нигде не найти. Это те тарелки, которые вы всегда видите у меня. К счастью, есть нечто похожее. Поэтому, если вам нравится такая форма, они еще легче, чуть тоньше. Я понимаю, что не может быть постоянно один и тот же ассортимент. Но я так хотела, чтобы у меня были тарелки и на каждый день, и такие парадно-выходные, праздничные, чтобы все было одинаково. На каждый день там без разницы. Но вот когда ты сервируешь стол на какой-то праздник, на семейное торжество, мне нравится, когда тарелки одинаковые. Видимо, нужно купить сразу с запасом такой праздничный набор, сервиз, чтобы он стоял и потом через несколько лет, если что, сменить. Потому что как-то так, знаете, то там цокнуло, то там разбило. В общем, я в расстроенных чувствах. И теперь нам не хватит тарелок на праздник. Вот. Короче, первая покупка. Это не просто пластиковая непонятная штука. Сейчас начинается фантастический, восхитительный сезон дождей, грязи и всего. Я вообще с собакой гуляю по бездорожью, поэтому у меня обувь очень часто грязная. И я поставлю эту вещь при входе. Она, по-моему, кстати, продается в отделе, там, где все для организации гардероба, обуви и так далее. Вот. Поэтому я поставлю в прихожую, чтобы вся эта грязь и болото не разносилась по дому. А даже потом можно грязную обувь забрать, пройти там, помыть ее где-то. Или на террасе, или перед домом, чтобы грязь с прихожей дальше не мигрировала в дом и не разносилась по всей территории. Это мы с вами рассмотрим в самом конце. На самом деле ничего особенного, просто коробка. Вы знаете, еще один неприятный момент, потому что у меня есть мечта идиота. Мне очень хотелось, чтобы у меня в гардеробе, чтобы в шкафах наших были одинаковые вешалки. И это не только потому, что вот мне так вздумалось. Это очень удобно. Я развешиваю все, ну, то есть на одну вешалку футболку. Все по одному, и тогда я вижу. И это выглядит красиво. Ну, что тут говорить. Я сразу купила очень-очень много вешалок для себя, для мужа, ну, и детские. Я думала тоже, что докуплю, когда они мне понадобятся. Что вы думаете? Я приехала, и моих вешалок уже тоже нет. Они уже второй раз так сделали. Сначала были пластиковые, потом они железные ввели. И те, и те белые, но они, блин, отличаются. И теперь то же самое произошло с детскими. Они вроде и такие же, но все-таки есть некоторые отличия. И также новые цвета. Ну, в общем, пора лечить мою шизофрению и пользоваться разными вешалками. Но мне действительно это нравится. Как видите, я купила другие, но вот неприятно, да? Ты рассчитываешь на одно, а получается совершенно другое. Сразу, наверное, нужно купить, там, не знаю, 1500 штук одних вешалок, 1500 других. Но я преувеличивала, конечно же. Но тем не менее. Я еще решила докупить, докупить, купить одну сковородку. Мы когда сюда переехали, у меня не было сковородок для индукции. Помните, я как-то советовалась с вами. Кто-то говорит, что сковородки очень плохие в Икее, кто-то говорит, что окей. И у меня есть и какие-то дорогие, которые вообще пришли в негодность спустя два года. И также есть Икеа. И вроде в них ничего вот прям особенного, но они служат без вопросов. Только просто смотрите, берите те, которые подороже. И в основном все модели там подходят для индукции. И также есть сковородки, которые нагреваются дольше, они с толстым дном. А есть тоненькие. И вот я люблю те, которые с толстым дном, тогда у меня не пригорает все так быстро. Я могу там что-то протушить, и для меня это ок. Но я знаю, что некоторых это раздражает, когда сковородка греется долго. Эта сковородка довольно тяжелая. Мне нравится диаметр, потому что она как раз мне для блинчиков подойдет. Для того, чтобы сделать шакшуку я обожаю. Хотя вы сказали, что это просто яичница. Я на вас не обижаюсь. В Польше я это называю шакшукой. И я сейчас ем постоянно яичницу с томатами, со всеми приправами. Я обязательно попробую шакшуку по оригинальному рецепту. Одна моя зрительница любезно поделилась со мной. Поэтому мы с вами научимся готовить настоящую шакшуку. А пока что свою яичницу с томатами я продолжу готовить в этой сковородке. Также у меня есть для нее крышка. Вообще такой оптимальный размер. И здесь теплоновое покрытие. То есть ничего не будет прилипать. Выглядит она очень даже достойно. Я готовлю много, поэтому у меня даже кастрюли, там всякие сковородки изнашиваются со временем. Я не могла это не купить. Я не могла пройти мимо милых тыковок. Интересно, они съедобные или нет. Они были в отделе с декором. Поэтому я думаю, что на суп я использую другую все-таки. И смотрите, какие милахи вот разного цвета. Специально взяла и положу тоже по-разному вот этим бокам, чтобы желтенькая была. И оранжевая. Сейчас мы с вами их отнесем или при входе положим, или на террасе. Я всегда люблю к осени покупать... О, корешок начал покрываться плесенью. О, нет. Ну, ладно. Почему так? Свечи. Мы очень любим свечи. И мне понравились ароматы. Первое, это аромат ревней, каких-то белых цветов. Пахнет такой ненавязчивой свежестью. Не как супер какой-то ядреный порошок. Химический. Когда-то, я помню в детстве, постоянно, когда я меняла постель, вот, я не могла уснуть. Несколько дней, это прям вообще до удушья доходило. И тогда на рынке начали появляться такие порошки, типа Ариэль. Они очень сильно пахли. И сейчас я понимаю, какая это была химия. У нас дома всегда было все с запасом. Я так понимаю, что мама и папа там как-то не экономили, когда включали стирку. И сейчас мы стараемся выбирать какие-то порошки, какие-то там средства из бытовой химии, которые не пахнут так сильно и которые менее химические. Есть и химика, конечно же, но тогда вот прям из детства я помню, что был такой момент, прям несколько дней, ты можешь вдохнуть, а выдохнуть не можешь. Так вот, аромат свечи очень приятный, такой тоненький. Я думаю, что он не будет разноситься по всему дому, просто где-то рядом будет ощущаться легкая душка. И мне понравилось то, что она нейтральная в сочетании, например, с той зеленой, которую я купила из H&M. Я знаю, что она многим тоже понравилась, вы ее покупали. Она очень приятная. И аромат пломбира, вот я обожаю пломбир и сорбеты. Но не вместе, а по отдельности. Иногда пломбирное настроение, иногда сорбетное. И мне не нравятся супер сладкие сорбеты. Когда жарко, я даю предпочтение чему-то такому с кислинкой. А это аромат настоящего, такого мороженого, как в детстве тоже. Я люблю, когда какие-то вещи, какие-то ароматы переносят меня в определенный период жизни. Какие-то воспоминания, там, из детства, не из детства. Это не столь важно, но как-то запоминается это все. Мыльница. Я вообще не поняла, зачем, но Томак принес обычное мыло и сказал, что теперь он будет пользоваться не жидким мылом, а обычным. Ну, не знаю. Но стоит у нас на блюдечке, занимает столько места. Купила ему более компактную мыльницу, которая не закрывается. Потому что если купить ту, которая открывается-закрывается, то это тоже, знаете ли, не очень удобно. Не будешь пользоваться таким мылом. Очень нужная и важная покупка. Мочалки. Их три штучки. Посмотрим. Потому что одну я заказывала на Херби, и она так долго служила. Она была супер мягкой изначально. А потом я покупала несколько в других магазинах, и они очень тугие какие-то такие, вообще не вспенивают. Не поняла, в чем прикол. Попробуем еще такие. Их три штучки в наборе. Девочки, скажите мне, пожалуйста, откуда у вас заварники для чая? Потому что у меня даже из той же Икеи есть красивый, симпатичный такой белый. Иногда я все же им пользуюсь. Но там неудобные носики. Все разливается. И мне нравится непрозрачное. Но так как мы постоянно пьем чай, и также удобно, допустим, вот это все дело достать, налить сюда компот и спрятать в холодильник. Он по высоте помещается. Вот этот. Поэтому у нас несколько применений. Иногда делаю какой-то коктейль с ягодами на основе йогурта или кефира. И тоже удобно хранить в холодильнике. И купила еще один, потому что у нас где-то от нашего такого же заварничка, он у нас есть, потерялась ситечка и весь вверх. И неудобно заваривать чай. Так что такие-то, знаете, покупки. Повторное что-то. Что-то просто необходимо. Вы видели, что мы ездим в путешествие с такими сумками. Это выглядит очень забавно. Но также часто, когда я что-то отдаю, складываю одежду, я отдаю с концами эти пакеты. Они никогда ко мне не возвращаются. И то туда надо, то туда, то туда. Поэтому пакетов у меня сразу 5 штук. И еще, не поверите, я буду выглядеть как этот. Инопланетяльный. Если встретите где-то здесь, рядом с вислей кого-то в таком дождевике, это я. Я еще хочу купить себе резиновые сапоги. Потому что ходишь, и трава мокрая даже утром. И к вечеру тоже такая влажная, что ноги постоянно мокрые. Ну и дожди, дожди, дожди. И я также купила себе дождевик. Потому что у нас дождь, не дождь. Все равно с собакой стараемся выйти погулять хотя бы на полчаса. Потому что для нее это жизненно важно, да, движение. Она не может в таком состоянии провести всю свою жизнь. Хотя, глядя на Мику, мне кажется, что она в принципе даже не против. Но если уже с ней выходишь, то она бегает. И это очень большой дождевик в размере L. Но какая разница? Главное, что под него тоже поместится и куртка, и пуховик, что угодно. И даже куда-то в путешествии едешь, не раз нужно набросить. И мне понравилось то, что он застегивается. Ну, такая расцветка издалека будут меня видеть. Почему бы? И да, так себе решила. И взяла еще и коробку. Они продаются в разных размерах. У нас есть одна такая. Я подумала, что классно будет поставить одну на другую. И эта коробка сразу идет с крышкой. И пластик не тонкий. То есть, сколько бы я сюда не нагрузила, она никогда не выкручивается, не выворачивается. Когда мы жили в прошлой квартире, то я помню, что у нас были коробки не из Икеи. И был такой момент, что сгрузишь туда что-то, потом несешь, раз треснулся. Или поставила, раз выгнулась. Ну, короче, решила купить такой ящик. И все. Это все, что я приобрела. Как видите, немного. Но зато мы с вами поболтали. Ну, а кто сказал, что дождевик должен быть скучным? Куплю себе резиновые сапоги. И будем с Микусей модничать на районе. Так, а это суровая закадровая реальность. Вот почему я купила коробку большую. Потому что в этих пакетах хранятся какие-то наряды, которые мальчики любят надевать. То они играются в строителей, то какие-то там короли, что-то еще. А, нет, не короли, рыцари. Ну, в общем, это не может так выглядеть. Это все прячется за дверью. Но я-то знаю, что это так. Итак, организовала рыцарские доспехи. И мне спокойнее, что ничего стыдного за дверью нет. И дети не остались без своего важного богатства. Интересно, что Томак сюда посадит на осень и зиму. Мы собираемся убираться на этих выходных. Не уверена, что эти цветы. Не стану их называть. Потому что вы знаете, что я как выдам. Последний раз говорю. Астру и хризанты. В общем, накутала все. Я думаю, что он не переживет холодное время года. Скорее всего, сюда посадим какие-то елочки, туи, что-то в этом духе. Также проезжали цветочный магазин. Остановились. Там были очень-очень красивые вот эти осенние цветы. Они у нас повсюду. Даже в продуктовых магазинах можно купить маленькие. А тут увидели прям такой внушительный по размерам. И привезли его домой. У нас как раз был красивый горшочек. Поставили его сюда. И я принесла тыковки. Теперь у нас такая немножко осенняя атмосфера, как видите, уже появилась. Девчонки, хочу вас предупредить. И также немножечко побурчать. В общем, баба Оля в действии. Помните, я заказывала много вещей из Некста мальчишкам? И все прошлые разы, прошлые года я заказывала и никогда не делала возврат. И каково же было мое удивление, когда я захотела вернуть рубашки, так как у нас в последний момент только для Игната. В последний момент нам сказали, что ему не обязательно носить форму. И также я заказывала им шортики такие классические. И резко похолодало. И я решила вернуть шорты. Я, кстати, вам даже не успела показать. Но не суть. И тут я зашла на сайт. И написано, что возврат осуществляется за счет покупателя. Ну, я думаю, ладно, подумаешь. И тем более посылку нужно было отправить в Германию. И пошла на почту, знаете, такой уверенной походкой со своей коробкой. И мне как посчитали 20 баксов. Я уже думала, может не возвращать. Потому что, ну, там по мелочи как-то было. И не особо тяжелая посылка это была. Но, в общем, имейте в виду, что возврат всегда будет за ваш счет. И в Германию. То есть, прикиньте, сколько это может стоить. Я как-то не ожидала. И причем, если отправлять это приоритетом, то было бы целых 30 долларов. Что как бы вообще невыгодно. Мне кажется, на 30 долларов, знаете, сколько всего можно было бы купить детям. Каких-то футболок, каких-то полом. А еще я просто задолбалась с этими зубами. Уже больше месяца. И дай бог. Ну, в общем, в худшем случае мне поставят 1 октября. Все эти дела. А в лучшем, возможно, через неделю. Я, конечно, держу пальчики, чтобы через неделю. Но, зная мое счастье в таких ситуациях, придется мне так ходить еще. Ого-го. Ого-го-го. Вот. Побурчала. Ну, слушайте, жизнь складывается из разных моментов. Не только положительных, не только все сладко, конфетно. И сегодня у меня такой нестандартный день. Потому что Томак работает удаленно дома в пятницу. Поэтому я с самого утра могла, знаете, спокойно собраться. Поехать поснимать шопинг-влог. Заехала на почту. Еще там в перерыве поработала. Я надеюсь, что вы уже посмотрели новый шопинг-влог. Я очень сильно старалась. Но гораздо больше и лучше. Я все покажу в видео, которое мы будем снимать с Давидом. Он, наконец-то, вернулся. Поэтому я вот еще жду. Нужно проверить, что там таможенники делают с моей посылкой. Ау. В общем, пока я дождусь свою посылку, мне уже и зубы вставят. Вот. Но такое у меня хорошее настроение. Несмотря на то, что коллекции в магазине так себе. Так, девчоночки, привет. Мы сегодня идем к соседям-гостям. И как-то с пустыми руками не хочется приходить. Тем более у меня есть пару часов свободного времени. Где-то около двух. Так что я уже разогрела духовку. И буду запекать помидоры. Каждый день получаю от вас запросы. Оля, как ты делаешь свои помидоры? Пожалуйста, покажи еще раз. Мы потеряли рецепт. Я напишу в инфобоксе. Поэтому копируйте себе куда-то. Сохраняйте в закладке видео. Что мы делаем? Берем помидоры. Чем мягче, тем лучше. И сейчас как раз сезон вот этих вкуснейших, свежих, ароматных овощей. Поэтому берем помидорки, нарезаем не слишком мелко. Я не знаю, что это за сорт у меня. Но не сильно водянистые и не очень такие, знаете, жесткие. Берите, они лучше будут запекаться. Нарезаем все вот такими приблизительно кубиками. Кубиками, не кубиками. Четвертинками. Вот. И выкладываем. Я сейчас быстренько займусь этим. И они где-то будут запекаться на минимум минут сорок. Чтобы это все так хорошо прошлось соками, вкусами, ароматами. Поэтому имейте в виду, что нужно чуточку заранее заняться вот этой закуской. Наверное, так можно сказать, очень вкусно макать в хлеб. Я знаю, что все, кто готовил, они просто в восторге. Так что нарезаем помидоры. Я надеюсь, вы готовите со мной. И потом покажу, что нам еще понадобится. На самом деле, немного, потому что чеснок, лук, всякие травы. Вот все, что у вас есть дома. Покажу потом, что это орегано, базилик, может быть тимьян, майран, что хотите. Но главное, это вот эти составляющие. Какое-то вкусное оливковое масло. Не обязательно со вкусом. Просто берите. Главное, хорошее оливковое масло. И также сегодня я еще добавлю бальзамический уксус. Но если у вас его нет, то тоже не вопрос. Еще соль и сахар. Все, я режу. Пока мы будем нарезать лук, нам нужно, чтобы помидоры пустили сок. Так что посыпаем их хорошенько солью. У меня здесь около трех, наверное, чайных ложечек. Но у меня большое количество томатов, как видите. Можно еще перемешать. Лук мы тоже нарезаем не слишком маленькими кусочками. И выкладываем поверх помидоров. Можно немножечко вот так рассоединить. Все, делаем. Ой, я тут слезами заливаю все. По ту сторону экрана. Теперь мы щедро все посыпаем сахаром. Прям от души. Чесночок тоже не мельчим. Нарезаем такими пластами. Поливаем оливковым маслом. У меня это хорватское. Тоже приличненько. И еще поверх добавлю бальзамический уксус. Можно взять и не вот такой, а более жидкий. Этот сладковатый. В общем, гулять так гулять. Но можно обойтись и без этого. Я, конечно, хотела вам сказать, что добавляем всевозможные свежие приправы. Но мой муж сегодня так убирался, что решил выбросить мои чуть-чуть подсовшие приправы. Хотя их можно было еще использовать. Поэтому на помощь мне, как всегда, приходят сушеные. Это тимьян. Тоже не жалея посыпаю. Потому что из этого всего получится вкуснейший соус. И будете потом так хлебушек макать. И есть. Вкусная тень. Так. Орегано. Розмарин. И у меня все-таки есть свежий базилик. Так что сделаем вот такую историю. Все. Прикрываем крышкой и запекаем, ну, как минимум минут 40, наверное. Села я монтировать этот влог и понимаю, что у меня нет концовки видео. А я вернулась с стоматологой. У меня до сих пор еще есть анестезия. Но зато у меня есть повод открыть бутылку шампанского. Потому что на данный момент мои приключения с зубами вроде как, фу-фу-фу, закончились. Временно. Но, тем не менее, я надеюсь, что все будет в порядке. То есть мне поставили мои постоянные коронки. Могу улыбаться. 32. Даже как-то, вы знаете, нет ощущения, что что-то мешает. Что что-то там такое непривычное. Что что-то не свое. И пока что, пока что приятные впечатления от клиники. Но главное, как это все будет держаться. Не будет ли никакого там трабла позже. Кстати, такой небольшой прикол. Я, оказывается, знала хозяина этой стоматологии через мою подругу. Он как-то был со своей еще тогда женой на день рождения моей подружки. Нашей родственницы, крестной Захарчика. И мы тогда познакомились. Еще они предлагали мне обучать английскому их сына. Но как-то так не сложилось. Что-то там контакты потерялись. И прошло очень много лет. И меня спрашивают, как ты попала к нам в клинику. Ну, на вы, понятное дело. Я говорю, мы как-то познакомились с Бартком. Бартек Чихань. Это главный их реконструктор зубов. Имплантолог. И он говорит, а я Бартек. И я такая, как это возможно? Я понимаю, что прошло много лет, но я реально не узнала. Достаточно поменять прическу. Человек похудел. Как-то так посвежел. Несмотря на то, что время не стоит на месте. Но мы так двое посмеялись. Я говорю, вот помнишь такое было на день рождения? Он точно говорит, ты еще тогда по-польски не говорила. Неожиданно было увидеться. То есть я не думала, что их главный стоматолог будет делать мне зубы. Частично что-то хирург, частично он. Ну, в общем, моя история потихоньку, я надеюсь, завершается. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам было со мной сегодня интересно. Если вам приятно было повидаться со мной в этом видео. Вы узнали что-то интересное. Я всегда благодарна вам за лайки. Потому что это помогает моему каналу не стоять на месте, а развиваться и продвигаться. Томак там очень громко моет детей. Сейчас всех укладываем спать. И я, наверное, тоже вырублюсь, потому что я очень-очень устаю в течение всего дня. Много дел, много работы, много каких-то хлопот. Но я люблю, когда не скучно. На этом мы с вами будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.